Глава шестая. Дорога. Зачем я ехал в Ульяновск так долго и тяжко? Я ехал за легкой жизнью, пытаясь полностью окунуться в мир людей XVIII века. Я хотел яснее представить, какие события и в какой хронологической последовательности переживали они, что их волновало и мучило. Можно было попробовать извлечь какую-то информацию из интернета, однако интернету я не доверяю. Очевидно же, что книга более надежный источник. Но и сводить нужные данные сотен умных и не очень фолиантов мне тоже не хотелось. И тогда я обратился к Зухре. Поезжай в город твоего любимого Карамзина, отмахнулась она от меня. Там, в местной библиотеке, ты наверняка найдешь, что ищешь. Ей, как всегда, было некогда. Мне иногда до боли обидно, что я у нее на последнем месте, а давно привык терпеть эту боль. Тем не менее, на всякий случай робко и без всякой надежды переспросила. А может, лучше в Швейцарию, на Женевское озеро? Я тебе сказала, в Ульяновск. Значит, в Ульяновск. Отрезала Зухра и повесила трубку. Что ж, у каждого своя судьба. Кто-то томится в Швейцарии, кто-то расцветает в бывшем Симбирске. Рассказываю я эту историю, а сам думаю, как странно ложатся на ум слова. Она отмахнулась, говорю я. А ведь мы разговаривали по телефону, я никак не мог увидеть, как она отмахивается от меня. Повесила трубку, говорю я, хотя на самом деле она ничего не вешала. Ведь общались мы по мобильнику. Если в языке все так запутано, что без большой чашки швейцарского кофе не разберешься, то способны ли мы понять метафоры восемнадцатого века? Надо будет очень-очень для этого постараться. И тут мне хочется немедленно смолоть немного зерен эгоиста и приготовить отменный напиток. Я уже слышу его аромат. Он божественен.